Всех интересуют первые результаты после чистки печени. Вы на меня можете посмотреть где-то. Вчера я чистил печень второй раз, а теперь я был более осмотрительный и именно пропустил масло через печень. То есть не было того, что масло у меня вышло напрямую через желудочно-кишечный тракт и все. Я его пил и считаю, что это очень правильно пить. Не сразу, как я вот прочитал, я уже подзабыл, когда я чистил печень. И выпил сразу же где-то примерно так, залпом 100 грамм масла. И получается, что организм не понимает, у него никогда не было столько масла в организме, в желудке, в 12-перстной кишке. Что с ним делать? То ли его усваивать, то ли его вырывать, что бывает, то ли его как слабительно пропускать и выводить. У меня рвоты не было в первый раз, а было то, что просто-напросто масло прошло через весь желудочно-кишечный тракт. Теперь же я, поняв эту ошибку, которую я допустил, и вам настоятельно рекомендую пить масло по глоточку. Глоточек масла, глоточек лимонного сока. И так примерно, чтобы у вас вышло где-то грамм 100-150, ну, до двух стаканов. Ну, я думаю, где-то 150 грамм нормально будет, это вот так. Вот, я, значит, его пропустил через печень, вот, вызвал хороший желчегонный эффект на этот раз. Особо камушков не было, ну, был такой какой-то штыб, который вышел. Сбросил где-то килограмма три за две эти чистки. Ну, вы можете на меня посмотреть, так немножечко там сравнить внешний вид, что и как. Так как сегодня ночью еще были выбросы, судить о том, чтобы я стал более энергетичный, еще трудновато. То есть это будет завтра, послезавтра, там, через недельку, то есть постепенно будет, энергетический уровень будет набираться. Ну, тем не менее, вот, в организме, интересно, такая легкость, какая-то воздушная. То есть ты тело сейчас ощущаешь несколько по-другому. А именно, ты его вообще не ощущаешь, нежели раньше. То это болит, то еще что-то. Значит, когда я чистил второй раз, вот, вспоминаются мои первые те чистки, печень задышала, начались, значит, тут вот чувствуются какие-то движения, я называю это задышала, сбрасывалась, значит, вот эта вот желчь, сбрасывались там все эти там ненужные вещества. Был хороший прослабляющий эффект. Кстати, ночью я спал довольно-таки хорошо, что, так сказать, удивительно, раньше такого особо не было. И где-то я проснулся без пяти, пять. И вот тогда я сходил, один за другим, три раза было послабление. Еще, значит, с меня вышло. И, будем говорить, и все, до сих пор ничего нету. Что я хочу сказать, вот, когда успешные чистки получаются, когда успешные получаются голодания, вы получаете буквально-таки новое тело. И вот хотелось бы, чтобы вот это вот новое тело сохранили. Сейчас наиболее благоприятное время для того, чтобы немножечко жестче перейти на здоровый образ жизни. А именно, как я понимаю, это жестче. Лично я сейчас, раньше я использовал сахар. Вот теперь я сахар, опа, уберу из своей жизни. Ну, не знаю, на сколько я там продержусь, но сахар уберу. Для того, чтобы вот эти все, знаете, места, там, ну, будем говорить, на животе, под мышками, которые у пожилых людей заполняются вот таким вот жирком, чтобы там они уменьшились, чтобы там все это подъело. То есть тело стало более стройным. Я уберу из своего питания дрожжевой хлеб. Это будут каши. В основном каши, картофель. Не макароны. А каши цельные, значит, ну там, в основном каши. Немножко будут картофеля добавлять. Остальное все так же оставлю, но... И знаете, опять-таки, вот сошлюсь на голодание. После голодания желудочек у нас несколько сжимается, и мы довольствуемся малым количеством пищи. То же самое получается после чистки печени. Желудочек, как-то вот это все произошло, очищение, организм работает более качественно, лучше усваивает пищу. И пищи требуется меньше. То есть не растягивать его. Это будет очень хорошо. Не будем растягивать желудок, будет лучше всего работать сердце, будут лучше всего работать легкие наши. Не будет давления подниматься, потому что когда тут у нас расперло, сердцу трудно качать, у нас повышается кровяное давление. И, короче, всему организму будет значительно легче. То есть немножечко сократить объем, принимая пищу, и убрать вот эти вот продукты, явно не нужные, бумаги. Они, да, стимулируют наше, как бы сказать, вкусовое ощущение, но сладости можно заменить. Я уж не буду говорить медом. Для меня очень хорошо, когда я из яблок варю компот, из сушеных абрикос делаю вот этот настой, шиповник, боярышник и сушеные абрикосы. И получается прекрасный вкусный напиток, который полезен. То есть нет вот этого обилия, этого сахара, который мы там с кофе, с чаем. Да, и еще что, я обычно за женой допивал ее кофе, она наливает полную крошку, там все там взрущенного молочка, там немножко сахарка, а выпивает половинку. То есть она вот, как бы сказать, чтобы жизнь была полная, надо наливать по полной. А уже сколько ты отопьешь, это твое дело. Я всегда допивал. Теперь все, говорю. Нина, я за тобой допивать не буду. Выливаю, безжалостно. Ну и более отдаленные результаты, я начну вам сообщать, что там происходит. Немножечко почитал ваши комментарии, там, к дыханию, что надо затыкать ноздри, когда дышишь по бутейкам. Это, я считаю, уже слишком сильно человек держит вот эту вот паузу, что в результате хочется судорожно вдохнуть, и поэтому невольно, как бы сказать, человек поддыхивает. Вот все оздоровление должно строиться так, чтобы вы чувствовали себя в нем комфортно. То есть я бы мог еще больше развязать у себя, допустим, печень, чтобы там вообще повалило все, но потом все это трудно завязать. То есть у древних так и называется, развязать какие-то протоки, они начинают выделять, а потом трудно их остановить, надо применять средства, которые вы их нормализовали. Это особенно касается, вот допустим, когда человек делает шанг-пракшалан. Важно и открыть в шанг-пракшалане все наши, так сказать, заслоночки, чтобы соленая вода начала проходить по всему пищеварительному тракту, и как раковину его вымывать. А потом она вот, как бы сказать, пошла и трудно остановить. Можно съесть пищу, а она также начнет выводиться из нашего организма. Поэтому применяется там рис и так далее. Вот до таких каких-то чрезмерно сильных потрясений своего организма с помощью тех же методик очищения, питания и иные. Не надо доводить себя, потому что потом трудно затормозить. Я все говорю о палке. Надо держать ровненько себя. Если мы начинаем применять оздоровительные средства, вот мы начали с этого уровня, у нас были одни болячки. Мы только раз постепенно вернулись сюда и говорим, о, как хорошо действует, допустим, питание правильное, раздельное, с обилием, допустим, свежей зелени. И не понимая, только раз, перегибаем сюда и получаем совершенно иные расстройства и не знаем, как из этого выйти. Оно же раньше помогало у нас в голове. Вот такая мысль. А сейчас не помогает. Почему? Видите-ка. Поэтому вот такой вот срединный путь. Еще там вопрос был. Вот я попринимала травки, у меня все так нормально так пошло. А потом накануне чистки печени понизилось давление, началось сердцебиение. Стоит ли делать чистку печени или нет? То есть пить масло. Я ответил, не стоит это делать, потому что это нагрузка. Вы уже эти травы сами по себе прекрасно повлияли на ваш организм, они его сдвинули. Вот когда происходит, знаете, вот такие вот, как бы сказать, вот я опять-таки читал ваш отзыв, что подготовка была 3 недели, где-то 2-3 недели к чистке печени. И потом пошла непосредственно сама чистка печени, что вдарила там в холодный пот, замерзли там стучни ног. То есть организм отреагировал. Это говорит о том, что произошла устряска, произошло энергетическое, как бы сказать, переключение внутри организма. То есть он работал вот так, а сама чистка заставила его работать совершенно иначе, что привело в конечном итоге к нормальной работе организма, что после этой чистки как раз человек почувствует себя обновленным. То есть чистка печени, она, если правильно проведена, она примерно прибавляет, смотря у кого, от 10 до 20 лет, как бы сказать, ощущение вы чувствуете себя, а то вообще вы так никогда себя не чувствовали, как после чистки печени. Некоторые говорят, вот в молодости я, у меня болела голова. И я считал, это и нормально, что она болит. А потом, когда поделала очистительные процедуры, голова перестала болеть. то есть человек уже изначально настолько не понимает, что такое здоровье, и вдруг его получает, он просто буквально таки обалдывает. Надо же. А я думала, что голова должна болеть всю жизнь. Нет, ничего у вас не должно болеть после того, как вы почиститесь. Важно теперь этот результат застолбить. И вот это одно из наилучших времен. И как раз мы начали цикл, не зря я сказал, цикл начинается, мы начинаем самооздоровление, мы начинаем за собой следить. И это дает импульс для того, чтобы не просто за собой следили, а сила у нас появилась, к тому, чтобы мы могли сами себя контролировать, от чего-то воздержаться, что-то сделать, и будем говорить, вот это вот состояние, так сказать, пронести дальше по всему году. Естественно, там никаких особых болезней не будет, там ни простуд, там ни гриппов, но если будет, то в какой-то там мягкой форме все это перенесется. А в основном, если человек, ну вот грубо говоря, как я, живет дома там с супругой, и контакты с людьми ограничены, в школу я не хожу, на работу в какой-то коллектив, как Останкино я не хожу, где люди разные, одни там курят, другие выпиваются, это там такое, что там, можно говорить, в плане здоровья творится непонятное, и невольно, ты там что-то там нацепляешься, каких-то бацилл, каких-то еще, и потом приносишь это домой, начинает болеть вся семья. Так вот этого как раз не будет. То есть где-то исчезнут какие-то там аллергические проявления, которые связаны опять-таки с тем, что организм переполнен разного рода шлаками, и как только еще какая-то пыльца, допустим, с той же мимозы попадает к вам в организм, сразу же начинается чихание, там, соплеотделение, слезотделение. Вот. Так что, кто делал чистку печени, мы с вами сделали прекрасную процедуру, получили результат, который дальше еще будет более проявляться, и теперь важно его заставлять, бить с помощью, что я вам сказал. То есть лично я отказался от сахара, и так скажу, я отказался от сахара уже два дня. Я не ем сахар. Насколько это будет. Я отказался, значит, от хлеба. Вот. От чего там еще отказался? От кофе, сгущенного молока, ну, которое в кофе там. И вот посмотрим дальше, насколько меня хватит, насколько, если вы присоединитесь, вас хватит. И вы почувствуете интересные эффекты, вот, что тело становится совершенно иное, вы его не чувствуете, как бы сказать, наступает вот вторая, там, третья, пятая, десятая юность. Ну, все. Доброго вам здоровьица. До новых встреч. Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки!